Друзья, всем огромный привет! В предыдущем видео мы с вами ознакомились, как за 5 шагов при помощи плагинов RetouchMe, которые работают на искусственном интеллекте в нейросетях, можно быстро обработать фотографию и осуществить ретушь портрета буквально за несколько минут. Но тортик, состоящий из 5 слоев, как обычно требует еще сверху вишенки. Ретушь глаз – дело непростое, особенно если вы обрабатываете крупнолицевые портреты. И сегодня мы посмотрим, как плагин RetouchMe справится с такой нелегкой задачей, как маскирование красненьких вен на глазных яблоках и как в целом этот плагин осуществляет ретушь глаз. Компания RetouchMe объявила грандиозную распродажу своих плагинов с 21 по 31 июля. И по моему промокоду, который будет находиться в описании под этим видео, вы можете купить любой из плагинов RetouchMe со скидкой аж 30%. Но если ты смотришь это видео уже после 31 июля, не переживай, по этой же ссылке, по этому же промокоду, ты можешь получить скидку на любой плагин RetouchMe 20%, что тоже, согласись, немало. И не забудь посмотреть предыдущие ролики, ссылочка на них будет также в описании к этому видео, чтобы посмотреть, как эти плагины выполняют свою работу. Ну, а мы больше не будем терять времени. Итак, поехали. Как вы видите, вот здесь у нас на глазках есть такие красненькие венки. Давайте мы их исправим. Создаем дубликат слоя, переходим в фильтр, RetouchMe, и купив плагин для ретуши глаз от RetouchMe.e, вы получите два плагина. Первый плагин Vessels. Давайте мы сразу его откроем и посмотрим, что он делает. Вы можете интенсивность плагина поменять при помощи верхнего ползунка, но я не люблю это делать. Я это оставляю в слое фотошопа, там это поправить легче, поэтому здесь я оставляю эффект на максимум клику и apply. Ну, посмотрите, друзья, по-моему, очень неплохо. Я бы единственное, что немножко бы снизил непрозрачность, чтобы восстановить естественность, чтобы у нас эти венки еле-еле проглядывали, чтобы белки глаз не были как у фарфоровой куклы. Ну, где-то на значении 60 можно остановиться и давайте посмотрим до, после, до, после. Также здесь плагин зацепил на модели цветочки, но это легко правится. Зажимаем кнопочку Alt, добавляем маску, выбираем обычную кисть, непрозрачность и нажатие 100%, кисть должна быть мягкая, а это значит жесткость должна быть уведена в ноль. Квадратными скобочками меняем размер и кисточкой проходим по глазкам, убираем венки. Отлично, давайте сделаем дубликат слоя, Alt, Ctrl, Shift, E и теперь перейдем еще раз в фильтр, Retouch Me. Теперь посмотрим, как работает плагин для глаз, который называется Brilliance. Запускаем его, он также работает автоматически, я ничего здесь крутить не буду, кликаю Apply и посмотрим, какую ретушь сделал в итоге этот плагин до, после, до, после. Глазки стали более светлые, более интересные. Мне очень понравилось, как этот плагин обработал именно радужку глаза. Давайте мы не будем трогать уже белок глаза, а вот радужку подредактируем. Итак, зажимаем Alt, кликаем на маску, у нас получается реверсивная маска. Также берем мягкую кисть, все то же самое, белый цвет и делаем радужку поярче. Ну, теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Соберу я эти два слоя в общую папочку и давайте посмотрим до, после, до, после. Я уверен, что такая ретушь понравится даже самому требовательному ретушеру и самому вредному заказчику. Итак, друзья, в вишенку на тортик мы с вами положили, она действительно оказалась очень вкусной и сладкой, но тортик необходимо упаковать в красивую упаковку. И в следующем видео я вам покажу, как плагин Retouch Me Fabric может исправлять мятую одежду, ну, делать такой некий Dodgen Bird на одежде, делать ее более гладкой, красивой и интересной. Все необходимые ссылочки в описании к этому видео, заглядывай на мой сайт, там тебя уже заждался подарочный набор Desire. Скачивай, забирай, получай удовольствие от ретуши и обработки фотографий. Желаю вам всем творческих высот, добра и мира и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok